Девушки отдыхают Если будет нужно Здравствуйте, я Стюарт И я консьерж в лучшем отеле города Добро пожаловать в Эдинбург Это Жизнь других Его называют самым зеленым и одним из самых старых городов Великобритании Он вдохновил Джоан Роллинг написать свою первую книгу о Гарри Поттере И подарил миру Артура Конан Дойла Здесь живет полмиллиона человек Но при этом каждый год сюда съезжается в 25 раз больше туристов Но это даже не один процент того, что можно рассказать об Эдинбурге Поэтому давайте же сегодня все про него и узнаем Шотландия в два раза больше Швейцарии Чуть компактнее Испании и в 7 раз меньше Франции Но это не мешает ей оставаться одной из самых знаменитых стран мира Любители готики и средневековья точно не смогут оторвать взгляды от экранов Ведь ее столица Эдинбург просто пропитан всей этой стариной Куда ни глянь, везде здание, которым по 600-500-300 лет И не важно, церковь это или таб Поэтому покупая здесь квартиру, как у Сабины и Саймона Можно быть ее 45-м владельцем Так как предыдущие 700 лет здесь жили другие А историю про все эти здания, площади ресторана и так далее На зубок знает Стюарт Ведь иначе должность консьержа в лучшем отеле столицы вам и не светит Ну и если ты настоящий шотландец То путь в ателье Крису тебе просто заказан Ведь многие местные мужчины именно здесь отшивают свои килты Но поверьте мне, половине миллиона жителей Эдинбурга еще есть чем нас удивлять и удивлять Если вы спросите шотландца, за что он больше всего любит своих земляков Именно они клонировали овечку Доли и придумали неприбычный для всех нас мужской предмет гардероба Настоящий шотландский мужчина должен быть не только образованным и воспитанным Но также иметь в гардеробе пару-тройку юбок Все мы видели в кино или на картинках шотландцев в килтах И если для многих из нас мужчина в юбке это что-то из ряда вон То для местных мужчин это символ храбрости, свободы, мужества и суровости Вот так-то, друзья мои А обо всем этом мне рассказал Пол, который вот уже 30 лет шьет килты в своем ателье Здесь у вас все мужчины вот такие модники и все любят так красиво одеваться Да, мы любим выглядеть элегантно и обожаем костюмы из вида Вы очень красивы, но меня больше волнует вот эта вот ваша юбочка То есть ты мне скажи, у тебя есть такая юбка? Конечно же есть И многие ее заказывают на зиму, ведь она утепляет тебя в самых важных местах Ну что ты мне рассказываешь? Я вот хожу в юбке, поверь, это очень холодно В брюках намного теплее То есть ты хочешь сказать, что тебе эта юбка согрела? Если твоя юбка однослойная, наши килты многослойные Поэтому жизненно важные органы остаются всегда в тепле Я не то что не удивляюсь, когда вижу проходящего по улице дедушку или молодого парня в юбке Я восхищаюсь ими К тому же я бы и сама хотела такую же Она, ну, очень теплая То, что надо, холода Ты знаешь, я хочу тебе вот задать такой вот глупый вопрос В интернете везде вот пишут, что мужчины часто в Шотландии носят эти юбки без нижнего белья Ну скажи, что это чушь Когда ты в килте, то белье не так уже важно Ведь ты обмотан настолько, что все и так прикрыто Я знаю, что многие мои знакомые не поддевают ничего под килт Но я ни разу так не рисковал Ведь я часто выступаю на мероприятиях Будет очень неловко чем-то засветить перед всеми Ну а скажи мне, на работу, в офис, я не знаю, куда-то, на встречи Люди ходят вот в таком виде или нет? Все по-разному Но я знаю одного врача, который каждый день на работу носил исключительно килт Но для этого надо быть полностью свободным от предрассудков Творческие, да, такие Конечно, хирург приходит в юбке Конечно, ему хорошо, понимаешь, удобно, просторно Но вообще, хочу сказать, она такая тяжелая На, на, на тебе, отдаю Слушай, вообще, моя вот легенькая, знаешь, отделная побежала А это, знаешь, прямо как вместо гири еще и носить такую Хотя хорошо, накачаешься что-то Стоит одна такая юбка примерно 600-700 фунтов В зависимости от ткани А вот пошить классический костюм-тройку можно за полторы-две тысячи Подобных ателье в Эдинбурге предостаточно Но, по словам Пола и Криса, они все живут в мире Ведь работы предостаточно и хватает абсолютно всем А все потому, что у многих мальчиков первый килт появляется, как только они произносят свое первое слово На всех семейных праздниках, будь то юбилей дяди или свадьбы двоюродной сестры Мужчины в основном приходят в национальных костюмах Но шотландский праздник не обходится не только без килтов, но и без виски Ведь шотландский напиток знают во всем мире И несмотря на то, что по сей день идут споры, кто же все-таки придумал виски Ирландцы или шотландцы? Шотландия производит сотни сортов виски И ежегодно поставляет десятки миллионов бутылок по всему миру Да, Минздрав не раз предупреждал о вреде алкоголя Но не рассказать в выпуске об Эдинбурге про виски Все равно, что не упомянуть об Эйфелевой башне в Париже Ведь это визитная карточка, а разбирается, как никто другой виски, мой новый друг Стивен Стив, я первый раз вижу, что виски пьют в таких бокалах Обычно, знаешь, таких вот как-то квадратных было Тут из таких пьют, да? Все обычно об этом спрашивают, но именно в них вкус виски раскрывается по-особенному Это правда, что в Шотландии самый популярный напиток виски или что-то еще другое у вас тут любят? Шотландцы любят разные напитки, это факт Но к виске у всех особенное трепетное отношение, ведь это наш продукт Какое твое любимое виски? Я люблю виски Джура, который является номер один в Британии и экспортируется по всему миру Виски Джура назван в честь острова на западе Шотландии Почти все 200 местных жителей заняты его производством Чтобы каждый желающий мог приехать сюда и отведать вкус настоящего виски Приятно удивляет то, что виски достаточно мягкие на вкус и нет оттенка торфа Что отличает его от других островных виски Как бармен справляется с посетителями, которые хорошо и долго уже сидят? Я не знаю, может быть ты скажешь им уже Вам хватит, больше вам не наливай, вот только водичку Или как-то вызывайте охрану Вот какие вот твои действия? Бармен должен быть приветливым и гостеприимным Но в то же время на нас есть большая ответственность Если вижу, что клиент уже тепленький, предлагаю перейти на более легкие напитки Но не все такие ответственные, как Стивен И иногда бармены до последнего зарабатывают на своих клиентах И тогда к ним приходит на помощь местный Чист и Дейл В пятницу вечером Эдинбург засыпает и просыпается уличный патруль И все ради безопасности жителей города Нил и его коллеги-волонтеры каждые выходные дежурят по ночам Чтобы помочь тем, кто оказался в беде Кто-то не дружит с алкоголем, кто-то может попасть в какую-то передрягу Кому-то просто может внезапно стать плохо Мы работаем в связке с полицией и медиками И пытаемся минимизировать количество несчастных случаев Которые могут произойти в выходные по ночам Чтобы лучше понять, как именно работают и чем занимаются такие патрули И я попросила Нила взять меня с собой Вот так вот вы ходите, да, и вот так вот идете, идете и что? И как вот вы? Ну как вот вы ищете людей? То есть вот смотрите и вот лежит Ну они же не всегда лежат, люди на улице, правильно? Ну как вот вы? Как это происходит? Вот именно ваше патрулирование и поиск людей, которым нужна помощь? Многие работники местных пабов знают номера наших телефонов Поэтому связываются сразу с нами, чтобы мы пришли на помощь А, ну понятно, то есть, ну а если ты приходишь, там реально какой-то агрессивный человек Что-то у тебя не оружия нет, ничего нет, что ты будешь с ним делать? Нас уже многие знают, поэтому с агрессией мы не сталкиваемся, слава богу Но если кто-то и откажется от нашей помощи, то мы постараемся проконтролировать Чтобы человек добрался домой в целости и сохранности Сколько людей вы спасли? Ты вот так не подсчитывал? Наша организация работает с 2016 года И мы помогли уже более 4 тысячам человек Многие из них приходили, благодарили нас Кто-то и вовсе к нам присоединился, чтобы также помочь кому-то Мы счастливы, что смогли уберечь стольких от страшных последствий, которые могли бы с ними приключиться Такие бригады работают по выходным с 10 вечера и порой до самого утра Мои одногруппники иногда любят затусить как следует И некоторых из них не раз спасала такая служба Я бы могла вам рассказать про Эдинбургский университет Но я решила уехать на 90 километров от столицы, чтобы рассказать вам про другой шотландский вуз В этом году, по версии журнала Times, он обошел к Оксфорд и Кембридж Чего не удавалось сделать ни единому университету последние 30 лет Прошу любить и жаловать, альма-матер и место знакомства принца Уильяма и Кейт Миддлтон Сент-Эндрюсский университет Один из старейших вузов Великобритании разделен на 4 факультета Науки, искусств, медицины и теологии А факультеты, в свою очередь, делятся на школы Здания университета разбросаны по всему городу И я пришла, конечно же, в ту часть, где чаще всего проводила время будущая герцогиня А, возможно, и королева Когда-то Кейт Миддлтон и принц Уильям учились вот в этом университете А на перекусочку ходили вот в этот барчик Тут же они и познакомились Зайду я, может, тоже с кем-то познакомлюсь В конце концов, у меня есть хорошие подруги Все девчонки хорошо знают, в какой именно комнате в общаге жила Кейт И многие первокурсницы первым делом бегут туда, чтобы получить заряд успеха на будущую учебу Принц тоже часто приезжает к нам, буквально в этом году увидела его Он безумно приветливый и общительный Не могла им налюбоваться Как сейчас проходит учеба в самом лучшем университете Шотландии Узнаю у студентки третьего курса Лоры Ну, вообще, ты много времени проводишь в университете за учебой Я не знаю, самостоятельной работой Да, я постоянно сижу за учебниками и в интернете, чтобы подготовиться к семинарам, зачетам и экзаменам Тебе помогают родители или, ну, тебе или другим студентам? Вы работаете, чтобы заработать себе на еду, на проживание? Помогают, но я еще работаю на полставки в универе, чтобы хватало на все необходимое Если ты шотландец, то образование будет абсолютно бесплатным А остальные жители королевства платят около 9 тысяч в год Что это за история у вас про академическая мама и папа? У тебя они есть? Это очень крутая традиция в нашем универе Каждый новый студент должен выбрать себе папу и маму из числа студентов третьего курса Которые будут вводить новичка в жизнь университета Знакомить со старшекурсниками Вводить на различные вечеринки Большинство из которых обычно проходит в квартирах Я до сих пор дружу со своими родителями А у самой пятеро детей, которым я помогаю социализироваться У вас девочки, которые учатся в университете, мечтают какие-то встретить принца? Современные девушки и женщины настолько увлечены своим будущим Построением карьеры, самореализации, что мужчины, в том числе и принцы Ушли на второй план Ой, какие принцы, знаешь, первым делом мы все знаем, что потом уже и принцы Так как больше половины студентов живут в общежитиях Сент-Эндрюский университет может похвастаться большим фондом зданий Которые были построены начиная с 12 века Проживание в общаге обходится примерно в 6-7 тысяч фунтов в год И еще примерно 2 тысячи уходит на питание После получения диплома все шотландцы посвящают себя карьере А создание семьи уходит на второй план И мало того, что с каждым годом жительницы Эдинбурга становятся мамами все позже Так еще и все больше и больше женщин даже не доходят до роддома Когда приходит время рожать Вы знаете, если бы я родилась в Шотландии Возможно, это произошло бы дома под присмотром только одной акушерки А все дело в том, что здесь всю твою беременность ведет не врач-гинеколог, который будет у тебя принимать роды, а именно акушерка Она рассказывает, какие анализы необходимо сдать, проверяет, как протекает беременность И потом обязательно находится с тобой в палате во время родов Из-за того, что в больнице к нам подключают разные аппараты, дают медикаменты, делают анестезию у Кесарева Там постоянно много людей, которые над тобой носятся и указывают, что тебе делать Это напрягает и хочется тишины Поэтому почти 15% наших женщин рожают в своей спальне или ванной под присмотром одной лишь акушерки или доулы Но стоит отметить, что дома разрешают рожать только в тех случаях, когда нет никаких рисков или осложнений Когда и женщина, и плод полностью здоровы Если роды в государственном роддоме полностью покрывает страховка, то наши услуги оплачиваются из кармана роженицы Если акушерка просто принимает роды, то это обойдется в тысячу-полторы тысячи фунтов Ну а если ты ведешь пациентку с ранних месяцев беременности и до момента, когда она начинает кормить грудью, то это может стоить все 7 тысяч Если вы хотите полететь в отпуск, но не знаете, куда можно, приложение Авиасейлс поможет вам в этом Вы также, как я, можете отследить страны, куда уже можно лететь, путешествовать и какие там ограничения из-за ковида Ну и, конечно же, вы сможете выбрать самый дешевый вариант перелета Информация обновляется 24 на 7 Удобно Но если родами дома Соединенное Королевство пока еще не славится на весь мир, то вот с одним предметом оно ассоциируется у каждого второго Красная телефонная будка – символ Великобритании Я думаю, все об этом знают даже из учебников по английскому языку в школе, правильно? Но что сегодня стало с этими будками, когда у каждого человека есть мобильный телефон? А? Не загадываетесь? Чик-чик Чаще всего такие будки ровно за один фунт выкупают общины или общество жителей многоэтажных домов у государства И кроме библиотек могут установить в ней, например, дефибриллятор Всему найдут применение Особенно, когда у них есть на это время Например, на пенсии или во время декрета Который здесь длится 50 недель Когда-то я уже рассказывала вам о садах в соседней стране Соединенного Королевства Так вот, здесь все то же самое До трех лет ребенка можно отдать лишь в частный сад Мне кажется, дешевле купить себе домик где-нибудь в Черногории на побережье, чем водить ребенка в детский сад Ведь один день обучения там обойдется от 80 до 100 фунтов Мне страшно представить, что нас ждет дальше, если только за один сад мы должны отдавать по 2500 каждый месяц Но с трех лет мамы могут выдохнуть со спокойной душой Ведь по месту прописки тебе положен детский сад И первыми заканчиваются места в садах на свежем воздухе Все мои подруги в восторге от этих садов Ребенок целый день играет на природе, копошится в земле Рассматривает разных птичек и букашек На такие прогулки воспитатели берут с собой тачки с горячими обедами и закусками Везут горшки, а также гамаки, в которых дети могут устроить себе тихий час В таких группах обычно до 20 детей и 4 воспитателя Которые разучивают с ними стихи, алфавит и разные песни Сомещают приятное с полезным, так сказать Многие родители отдают своих детей учиться в музыкальную школу Чтобы те играли на фортепиано, на скрипке, ну, мы же сами понимаете, да? А здесь, в Шотландии, отдают своих детей учиться играть на волынке Волынке! Идем посмотрим У нас нет специальных музыкальных школ Поэтому все наши дети могут запросто выбрать уроки на волынке Как дополнительный урок в школе И это абсолютно бесплатно Моя мама сказала мне, что если я хочу играть на волынке То могу делать это только в школе Иначе на нас будут жаловаться все соседи К тому же игра на волынке не дешевое удовольствие Цена на инструмент колеблется от 850 футов и до 3000 В зависимости от материала, из которого ее сделали Поэтому все владельцы волынок следят за ними, как за зеницей ока И Рури активно помогает им в этом Хотя он не просто мастер по ремонту волынок Но еще и профессиональный музыкант Что? Услада для ушей, так сказать О господи Эта музыка была для свадебного торжества Или какой-то другой либо вечеринки Эта музыка подойдет подо все Я не понимаю, почему говорят люди, что мой голос противный Ребята, вы просто не слышали звуки волынки близко Я тебе хочу сказать А чтобы играть на волынке, надо долго учиться? Сначала надо научиться игре на дудке А потом еще около 6-9 месяцев на волынке Человек, который закончил консерваторию, не знаю, по классу кларнета, саксофона Ему легко будет или он должен забыть все свои навыки И это какая-то совсем другая техника Даже если он преподает в консерватории по классу флейты Он сходу не сыграет на волынке Ведь, обратите внимание, на ней нет клавиш, как на других инструментах А, ну да, у меня дочка на дудке играла какой-то Тоже хотелось, понимаешь, выкинуть эту дудку из дома Знаешь, когда вот эти дети говорят Тут, 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 тут Это отвратительный звук был тогда А у тебя, конечно, это очень прикольно Многие волынчики строят тебе блестящую карьеру И гастролируют по всему миру не хуже Стинга или Эда Шерана Но если ты не стал суперзвездой, не беда Твой рабочий график будет тоже расписан по минутам Вот только собирать ты будешь не стадионы, а гости на свадьбах или похоронах Ведь ни один уважающий себя шотландец не выдаст дочь замуж Или же ни за что не проведет в последний путь своего родного Если на фоне не будет звучать волынка Выступление на свадьбе длится обычно от 10 до 20 минут И платит нам от 200 фунтов Выступление на похоронах редко длится больше 10 минут И получаем за него мы от 70 фунтов В Шотландии люди при жизни копят деньги на свои похороны Чтобы, когда наступит этот день, не обременять своих родственников Вот так Многие из нас платят не только налоги, но и покупают страховку Которая в будущем покроет их похороны Чем раньше ты начинаешь ее выплачивать, тем меньше будут ежемесячные взносы Кто-то платит 10 фунтов, а кто-то и 60 Бюджет на похороны не ограничен Все зависит от пожеланий семьи умершего Могу сказать, что стартует цена с 300 фунтов за обычные похороны И с 750, если тело будут сжигать в крематории И примерно 85% похорон проходит именно в нем Кстати, крематорий, в котором я сейчас нахожусь Был внесен в список 100 лучших современных шотландских зданий Но, пожалуй, самое загадочное здание в Эдинбурге – это отель «Балтимор» В Эдинбурге во всем царит порядок И масса вещей, работая четко и находится на своем месте Но вот куранты на башне отеля «Балтимор» всегда спешат на три минуты Что часто удивляет гостей города Часы на башне хорошо видны с платформы Поэтому железнодорожная компания еще в начале 20 века побеспокоилась о пассажирах Для того, чтобы они не опоздали на поезд Часы спешат на три минуты вперед Этого времени хватит, чтобы достать билет Занести багаж и обняться с провожающими С такой же заботой к посетителям Своего отеля относится и Стюарт Который не первый год работает консьержем Говорят, здесь выбирают гостиницу не по количеству звезд, а из-за консьержа Представляете? Сейчас узнаем, правда это или нет Здравствуйте Пожалуйста Зайдя в холл пятизвездничного отеля Я почувствовала себя героиней фильмы «Отель Гран-Будапешт» Ведь меня встретил Стюарт, который тут же рассказал мне, как он рад меня видеть И начал проводить экскурсию Рабочий день у тебя какой он длинный? Ты с утра до ночи здесь? Официально я работаю 8 часов, но по факту всегда получается дольше Ведь все консьержи очень многозадачные и ты не можешь уйти с работы, если у тебя остались незаконченные дела Ты мне скажи, какая, не знаю, самая такая причудливая была просьба от гостей к тебе? Мы выполним любое желание гостя, если оно морально, легально и хотя бы теоретически выполнимо Из самых необычных просьб я помогал доставить мотоцикл из Парижа сюда А также отправлял собаку одной из постоялец в США Это была огромная волокита с документами, разрешениями, справками Но хороший консьерж решит любую проблему намного быстрее, чем человек с большими государственными полномочиями Не консьерж, а настоящий волшебник Но кроме того, что у хорошего консьержа есть масса связей в своем городе и стране К нему на помощь всегда приходит Всемирная ассоциация консьержей «Золотые ключи» Отработав от трех до пяти лет консьержем и заручившись поддержкой одного из членов ассоциации Твою кандидатуру рассматривают и могут принять в ряды золотых ключей На моих лацканах вы видите значки в виде ключей Это символ того, что я один из них Ассоциация не только напоминает братство, в котором каждый поможет Но это что-то вроде закрытого клуба, который ежегодно проводит мастер-классы на самые разные темы, связанные с люксом Перед нами выступают представители компании по производству черной икры Рассказывая, как выявить подделку Или эксперты по балету, которые разрушают популярные мифы о нем Или же основатели школы батлеров, выпускники которой обслуживают королевские семьи Они помогают разобраться в тонкостях этикета Принято ли здесь консьержу давать чаевые? Потому что в некоторых странах прямо это категорически нельзя А в некоторых на меня смотрят, знаешь, и просто не могут понять, чего это я стою и смотрю на архитектуру, понимаешь? Чаевые для консьержа – это как аплодисменты для артистов Нам приятно получать их Но если ты выбираешь эту профессию только из-за чаевых, то ты не на своем месте Были ли такие, которым, знаешь, ты уже и мотоцикл им отправил, и собаку уже отправил, и билеты им купил А они все равно недовольны, приходят и скандалят, что ты тогда делаешь с ними? Так тоже бывает, но нам важно найти подход каждому гостю Бывало, что выбранный мною ресторан в итоге не нравился Тогда на следующий вечер я делал все, чтобы гости остались довольны В общем, для эдинбургского консьержа нет ничего невозможного И стоит только переступить порог дорогого отеля, как он предложит тебе помощь А вот когда ты заходишь в кафе или ресторан, то первым делом предлагают другое Я когда в Италии захожу куда-то в бар, мне все говорят кофе, 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 кофе А тут все в барах предлагают виски, виски, виски Что виски? А что делать, если я не хочу сейчас пить? Правильно, будем есть Идем посмотрим, чем их тут кормят Зайдя в любой паб, вы, конечно же, увидите веселых людей с бокалами пива в руках Ну или с чем покрепче Но также у них на столах обязательно будет что-то из местных блюд Они так же, как и англичане, любят фиш энд чипс Но сегодня я лучше расскажу про более традиционную шотландскую закуску Каждый турист мечтает ее попробовать А все местные жители регулярно готовят ее дома И хоть ее название хагис до боли знакомое слово и вызывает определенные ассоциации Я думаю, вы сами понимаете, какие я все же рискну и попробую это блюдо Ребят, это традиционное местное блюдо Патраха, что самое интересное Его могут тут есть и на завтрак, и на обед, и на ужин Его можно готовить по-разному Вот это подача, как мне сказали, самая традиционная То есть это патраха с луком и с картофельным пюре и соусом Выглядит очень неплохо На звук патраха мне не очень сильно нравится Сейчас попробую, что это такое Ну я бы такое не смогла на есть, наверное, на завтрак, на обед, на ужин Тут еще какая-то крупа у меня прямо ощущение Ну все, конец фильма Давайте поесть, пожалуйста, ребята Вот вы же нормально здесь не завтракаете И я хочу Ну по трохам, по трохам Ничего нового нет Хагис разлетается, как горячие пирожки Есть два варианта порции Мини стоит 12 фунтов А большая порция, как у Жаны, обойдется в 16 фунтов То, что шотландцы обожают выпивать и есть в пабах, это мы уже поняли А любят ли они готовить дома? Сейчас узнаю у Сабины, профессора местного университета А скажи, Браза, кто у вас дома готовит? Я счастливая шотландская женщина, ведь в моей семье любит готовить муж Хотя в других семьях это обычно делают Жаны А многие вообще питаются одним фастфудом В своей типичной эдинбургской квартире Сабина живет с мужем, дочерью и двумя собаками Подобное жилье стоит здесь примерно 300 тысяч фунтов Сабина, это правда, что у вас очень дорогие коммунальные услуги Поэтому вы экономите на электричестве Поэтому у вас так, ну, достаточно прохладно в комнате И экономите воду Жизнь в Шотландии вообще не дешевая Чтобы не платить за коммуналку больше 100 фунтов, приходится экономить свет Включать отопление по минимуму А раньше вообще посуду многие мыли в тазу, чтобы не было перерасхода Но я попросила мужа купить посудомоечную машину Она очень экономит воду Так как у семьи две собаки, они вместо окна сделали себе выход Во внутренний дворик дома, чтобы им было где гулять Это двор общий Все 11 квартир сушат здесь белье А еще я люблю высаживать здесь красивые клумбы и кусты Скажи, пожалуйста, это правда, что люди, которые даже имеют свой сад в частных домах Они не выращивают там картошку, помидоры А они арендуют где-то отдельно землю, чтобы там выращивать огород А почему-то вот свою землю возле дома не используют под вот это Это правда или нет? Когда ты покупаешь квартиру в таком доме, тебе сразу говорят, что двор только для сушки белья Меня даже предупредили, чтобы я не разрешала здесь шуметь своим детям Иначе соседи будут жаловаться и могут даже вызвать полицию Вот тебе и шотландцы, а с виду такие милые, добрые и открытые Даже про водители здесь те еще легенды ходят Говорят, что вежливой британской королевы только может быть шотландский водитель Как это возможно? Сейчас мы это все и узнаем Я постоянно езжу за рулем и вижу, как многие не обгоняют велосипедистов И начинают тормозить за километр от пешеходного перехода Я думаю, что причиной всему большие штрафы, которые мало кому хочется платить Если ты знаешь, что за такую мелочь у тебя могут отобрать половину зарплаты То вряд ли ты будешь рисковать Я, конечно, согласен, что мы на дорогах вежливее некоторых Но все же в час пик редко кто тебя пропустит или уступит дорогу Там уже каждый сам за себя Возможно, все дело в манерах Которым приучают всех шотландцев еще со школы В которую каждый местный житель ходит с 6 и до 17 лет Среднее образование делится на несколько этапов И на последнем из них в колледже все учатся на определенных специальностях С которыми они хотят связать свою жизнь Я пришла в одну из частных школ, но попасть вовнутрь не так-то и просто Тут нужно, значит, разговаривать с компьютером Приходишь, нажимаешь Говоришь, кто ты Я кто? Визитер, я, естественно Пишешь полное свое имя Ну и, естественно, все оказалось не так легко Поэтому мне пришлось звать на помощь Иначе шотландскую школу вы бы так и не узнали Так Ага, теперь делаем фотографию Понимаете? Так И сделали фотографию мне Вот И Выходит моя фотография, так сказать И вот только вот с этой бумажкой я могу зайти в школу Прошло 15 минут, чтобы вы поняли Ой, все Грати Ой, господи В общем, все на свете А попав в аудиторию, я встретила троих ребят, которые с радостью согласились ответить на все мои вопросы Ну слушайте, а вот вообще глобально Вам нравится ходить в школу? Обожаю школу Здесь всегда весело А ты? Тоже люблю школу Я здесь всегда занят, вокруг друзья, а дома скукота Вы слышите то же самое сейчас, что и я? Все дело в том, что мы живем в школе Поэтому она для нас как второй дом Здесь хорошо и комфортно Ах да, забыла сказать, что это школа-пансион Такие школы пользуются особой популярностью здесь Государственное образование полностью бесплатное Но если вы хотите, чтобы ваш ребенок ходил в классы с меньшим количеством детей И изучал больше профильных предметов Нужно выбрать частную школу Наша стоит от 15 до 35 тысяч фунтов в год В зависимости от того, живет ребенок в школе или ездит после занятий домой А кто вам, я не знаю, стирает одежду? Кто за вами ухаживает? В домах, где живут ребята из младших классов Есть своя хозяйка, которая помогает им стирать, гладить И если надо, зашивать им одежду Мы же полностью за все это отвечаем сами Ну конечно, уже, знаешь, взрослый человек уже может все и сам Ну, теоретически практически Так, какие у вас в школе есть запреты? Что вам делать категорически тут запрещено? Нам все можно Ой, знаю я эти все можно Сейчас я ребятам устрою небольшой опрос Сами напросились Давай будем по очереди Курить можно? Нет Я не знаю, в телефоне можно играть на уроке? Нельзя Вот, видишь, а ты говоришь, без формы прийти можно в школу? Тоже нет Мы всегда должны ее носить Если вдруг учитель что-то, не знаю, скажет плохо, вы можете ему грубо ответить? У нас полное взаимопонимание и мы уважаем друг друга Мы с учителями в отличных отношениях Вы такие серьезные, у меня такое ощущение, что может быть вас тут бьют, наказывают и вам запрещают говорить Если что, вы не так моргните, мы вас спасем Если нас кто-то обижает, мы знаем, кому обратиться и решить все вопросы Так что у нас здесь все спокойно Мы никогда не ругаем даже тех, кто плохо себя ведет или не успевает по каким-то предметам Наоборот, мы пытаемся найти сильные стороны у каждого ученика И за счет этого мотивировать его подтянуть все хвосты В общем, не школа, а мечта Что ж тут скажешь А стоило мне получить двойку, как в школу вызывали и маму, и папу, и даже бабушку с дедушкой Чтобы провели профилактику Но не во всех шотландских школах царит такое тотальное взаимопонимание Меня в 13 лет будто подменили Я срывала уроки и задиралась даже к учителям А все потому, что ко мне никто не проявлял любовь и понимание Но сейчас я хожу в лагерь для особенных детей, и жизнь наладилась Неподалеку от Эдинбурга есть место, где все, кого называют изгоями Находят понимание, заботу, любовь и поддержку И не просто исправляются, а начинают помогать таким же, как и они сами Вот правда добраться до этого места не так-то и просто Я иду в лагерь, где собираются все, ну, так скажем, трудные подростки Но знаете, что интересно, что я иду уже минут 30 Лес, озеро, конечно, очень красиво Туда доехать никак невозможно, можно только идти И вот я иду, я не понимаю, когда я приду, и как туда добираются эти подростки бедные Как же так вышло, что сюда можно добраться только на своих ногах Узнаю у Сары, основательницы этого лагеря Сара, слушай, я сюда к вам шла пешком 30 минут Честно сказать, я даже спортом столько долго не занимаюсь Как сюда вы добираетесь? Спорт – это полезно, он освещает мозг кислородом Но, если честно, просто так вышло Ведь этот лагерь возник на месте заброшенного коттеджа, который восстановили мои воспитанники Ну, подожди, то есть сюда кто может попасть? Сюда попадают те, у кого есть какие-то проблемы в школе У кого-то дислексия, у кого-то повышенная агрессия А у кого-то просто проблемы дома, ему трудно справляться самому А мы для них открыты На твой взгляд, какая самая большая проблема? На что чаще всего нужно взрослым обращать внимание Вот в этот такой непростой возраст подростковый у детей 14-16 лет? Школа очень сильно влияет на неуверенность в себе Когда подросток начинает сталкиваться с трудностями Не находит поддержки ни в школе, ни дома Он начинает протестовать Родители часто не углубляются в проблему и не хотят общаться с детьми Слушать их и слышать Поэтому дети и приходят сюда Дети находятся в лагере несколько дней в неделю после школы И также приходят сюда в субботу на целый день Сара и ее воспитанники стараются не называть лагерь исправительным Ведь это что-то вроде клуба Здесь играют в игры Здесь учат выращивать овощи, сажать деревья, что-то делать своими руками И Эйдан когда-то сам был среди этих подростков А сейчас он работает вместе с Сарой Ну то есть находясь здесь, ты нашел ответы на свои вопросы? То есть теперь ты понимаешь, куда тебе идти? То есть тебе помогло это? Очень Я впервые понял, что я не один Что рядом есть люди, которые проходят через подобные проблемы И что совсем можно справиться На что нужно обратить внимание взрослым, окружающим, чтобы помочь вот этим детям У которых очень сложные вообще вот внутренние такие состояния бывают На что нужно обращать внимание, вот на твой взгляд? Дайте своим детям право голоса Разрешите им быть личностями Направляя и поддерживая их Не гасите тот огонь, который в них горит А главное любите их Что бы они ни сделали, они ваши дети И они имеют право на ошибку Как вы уже могли увидеть, шотландцев не надо подталкивать, мотивировать Или упрашивать, сделать что-то полезное Или помочь кому-то, а не сами С удовольствием проявят инициативу И не важно, сколько им лет Пять или семьдесят девять Все шотландцы помешаны на волонтерстве И чем старше ты становишься, тем ты более активный в этом плане Вы можете запросто увидеть пенсионеров, которые убирают парк Или подметают местный рынок Ведь им не все равно И Алла ни капельки не врет Ведь даже рано утром, в выходной день, пока все отсыпаются после бурной ночи Пенсионеры приводят город в порядок Мне сказали, что пенсионеры в Шотландии, когда выходят на пенсию Ну, прям во все тяжкие идут Потому что они себе могут позволить на пенсии Все то, что они не могли себе позволить раньше, когда работали Ой, Жанна, а ведь так и есть Какие же мы были глупые в молодости Многого боялись Во многом себя отказывали, чтобы дожить до старости Поэтому, когда та старость уже наступила Мы ни в чем себе не отказываем Пенсия в Шотландии, мне кажется, не наступает никогда Би такой активности я могу позавидовать Однако, на выплаты от государства каждый житель может начать претендовать с 67 лет Пенсия по местным меркам небольшая В среднем 1200 фунтов Но этого вполне хватает всем местным жителям А вообще, как принято в Шотландии, чтобы дети помогали родителям на пенсии Или родители на пенсии помогают детям Ой, у наших детей столько забот и проблем, что они без нас никак Лично я воспитал всех своих троих внуков Я провожал их в школу в начале года Присутствовал, когда они получали аттестаты Переживал возле университета, когда они сдавали экзамены И присутствовал на свадьбе у каждого Ведь, будучи молодым, я не всегда был рядом со своими детьми Вы уже вот такие умудренные опытом люди, счастливые Которые могут себе позволить сегодня многое, как вы говорите Скажите, вот, молодежи, как надо жить для того, чтобы на пенсии Чувствовать себя не одиноким, больным человеком, а счастливым, в конце концов Что для этого надо? Потому что сейчас молодежь так много находится в депрессии Что я даже представить не могу, какая она будет на пенсии У меня один совет Занимайтесь спортом, и ваши колени и суставы скажут вам спасибо лет в 70 Но если серьезно, находите баланс между работой и личной жизнью Время так летит, вы оглянуться не успеете Цените каждый ваш миг Ведь никогда не знаешь, сколько тебе отведено И успеешь ли ты догнать все то, что когда-то упустил Все в нашей жизни имеет конец Не успев наиграться, мы садимся с учебниками за парты Только вкусив школьную жизнь, мы начинаем бороться за место вузе нашей мечты Получив диплом, начинаем изо всех сил искать работу Найдя любовь, создаем семью, рожаем детей, покупаем дом И без остановки куда-то бежим Так быстро, что даже не замечаем, как пролетают годы нашей жизни Поэтому в эту самую секунду выдохните, остановитесь И, наконец, насладитесь всем, что вас окружает Сделайте это, пока не поздно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И думает о старости заранее Чтобы провести ее в удовольствие Но самые главные отличия могут назвать только они сами Мы открытые, щедрые Порой консервативные Но при этом добрые У нас отличное чувство юмора Мы всегда рады гостям Мы чтим память предков Уважаем традиции И не представляем жизни без Эдинбурга Иногда нам кажется, что где-то жизнь благополучнее, интереснее, безопаснее Но так бывает только тогда, когда мы верим мифам о другой жизни Ведь мы все похожи И порой наша жизнь лучше любой сказки, которую нам рассказали Субтитры сделал DimaTorzok